У тебя глаза красивые. Мир тебе, Евгения. Я все поражаюсь твоим глазам, какие они у тебя красивые, как ягодки такие. Расскажи, пожалуйста, в какой семье ты выросла, как ты к вере пришла, к Богу, как Христос тебя нашел. Мы уже под таким названием серию роликов выпустили. Вот. Да, я делала такие ролики, мне понравились очень. Да, вот как ты себя помнишь, да, вот с детства, как Господь касался твоей души детской, потом юношеской. И вот до сего дня я тебя слушаю. Ну, я выросла в семье неверующей. Ну, у матери были иконы, но я не припомню, чтобы когда-то молились на дома. Упекли куличи, яйца красили. У бабушки стояла иконка, я у нее спрашивала, кто это, она говорила, Николай угодник. А что угодник, чего угодник, кого угодник, кому, да, неведомо. У матери моей была тетка, сестра ее отца. Она, она баптистка в Ельце жила, верующая женщина. И мы ездили, когда к ней в гости, она мне давала какие-то книжки маленькие. Я не помню, что там, а, я вспомнила. У них в 90-х, у баптистов, уже была литература, переведенные маленькие евангелия. Это было маленькое евангелие от Луки. И там слева была молитва «Отче наш» на русском. И вот она меня научила читать «Отче наш». И я потом всю жизнь почти свою читала «Отче наш» на русском языке. Ну, всю жизнь до того, как веровала. Читала только «Отче наш» утром, вечером «Отче наш». Ну, там, при какой-то возможности, там, так молилась своими словами. Иногда в церковь заходила. У меня вот бывало такое. Мы однажды в Святогорскую лавру приехали. И на рождественской службе стояли с матерью, с сестрой. Ну, просто приезжали, ну, поглазеть. Зачем приезжали, не знаю. И меня прямо так слезы задушили. Я выбежала, как вот гофиня, изменившимся лицом, бежит к руду. Я просто выбежала в таком слезах просто к донцу. Ну, там река Донец-Северская. Я бегу им, не могу, мне так душат слезы. Говорят, это грехи. Кто плачет в церкви, это грехи плачут. Ну, и как-то родители на меня так глянули. А ты из какого города? Они сейчас так смотрят на меня, что... Да. Ты из какого города? Из Горловки. Из Горловки. Мы ехали во время войны, мы сейчас живем в России. Ну, обратилась я, когда у меня родился сын. Очень было поздно, родила в 32 года. И, ну, неожиданно было, он родился совсем вообще не такой, как мы ожидали. Потому что все должно было быть хорошо. Все хорошо, хорошо. И вдруг рождается ребенок, вообще как-то... У него там с глазами никто там... Ну, не такой, у него редчайшие заболевания. Просто я настолько туда испугалась и абсолютно не хотела, конечно, такого ребенка воспитывать. Так как-то... И ко мне пришла соцработник, и она мне говорит, а вы в Бога верите? Я говорю, конечно, конечно, верю. Я вот отчинаш наизусть знаю. Она говорит, ну, хорошо, если вы ребенка оставите. А кто будет его крестить? Кто будет за него молиться, учить его верить и так далее? Он же будет некрещеный. Я так испугалась, что ребенок будет некрещеный. Я заметила, люди неверующие, которые, как говорим, мы верим в душе, они, наверное, по-язычески как-то боятся, что ребенок будет некрещеный. Они бегут крестить детей, там сами, допустим, в церковь не ходят детей учить вере, не собираются. Но всегда они бегут крестить детей. И я тоже такая же была. И я думаю, ну-у-у. Я сразу побежала к батюшке. У нас рядом церковь, там в византийском стиле, очень красивая. Ее, потому что построили по проекту грузинского архитектора. И там грузин батюшка служил. Вот я к нему побежала. Говорю, ой, там у меня такое, такое, там без глаз, без ушей ребенок. Он говорит, да не может быть. Я, говорит, прямо сейчас пойду посмотрю. И мы пошли покрестили ребенка. И, наверное, батюшка за меня помолился сильно. И вот соцработник, она звонила монахине в монастырь, тоже в Донецке, там у нас святого Стефана, святого Стефановский монастырь, настоятельница. Женщина работала соцработником, это монахиня-настоятельница Игумения Екатерина. Она работала соцработником и все оставила, ушла восстанавливать старый монастырь. То есть это монахиня была, которая тебе сказала, да? Нет, сказала соцработник, а она говорит, я позвоню своей коллеге, которая теперь Игумения монастырь. И вот я считаю, что по молитвам матушки Екатерины и молитвами отца Давида, я просто, ну, я была в отчаянии, честно говоря, я была в ужасе, что у меня будет такой ребенок, как я буду его воспитывать. И никто толком, врачи не говорят, что с ним, потому что они не знают, они такого ребенка просто не видели. Я говорю, что он, ну, я забегаю вперед, просто для тех, кто будет смотреть, ребенок умственно здоров, учится в первом классе, учится относительно неплохо, играет на гитаре, поет песни, рисует и делает все то, что делают все дети, но он плохо видит и ходит со слуховым аппаратом. Ну, как бы поглядь. Тебе сейчас сколько лет? 40. Ребенку 9. У моей тоже дочери 9 лет, а мне 40. Да, в 80-го года тоже. Я говорю, я как-то почувствовала по молитвам, по благодати Божьей, наверное, люди за меня очень искренне молились, искренне молились Богу, что меня как будто обняла эта благодать. Я ехала в автобусе, там вся в слезах, я сама чуть не ослепла, потому что я сидела под кварцевой лампой в роддоме, я никогда не болела, я очень здоровая женщина. Я поэтому была уверена, что у меня все нормально будет. Я даже не знала, что у нас в роддомах кварцевые лампы висят, я никогда в больнице не лежала. Там я лежала лет в 6, когда там отравилась, что-то такое. Ну, я не была в больнице вообще, ну, просто я сама чуть не ослепла. И я даже ездила там свои глаза лечить, и уже просто не знали, что делать. Со мной тут надо с ребенком как-то заниматься, а тут маме плохо, и причем ей физически плохо, что я слепну. И я вот еду такая от офтальмолога в автобусе, и так у меня такое настроение поддавленное. Ребенку неделя, я вот не могу просто даже им заниматься, потому что я просто, ну, убита. И я вот чувствую, что меня вдруг как обнимает какое-то тепло. Такое вот прям, я, ой, я сила. Плачь, плачь, благодатные слезы. И это, и меня такое тепло обнимает, и такое вдруг сила какая-то такая. Так, а что там надо? Капли ему для глаз купить? Так, пойду сейчас в больницу. Ну, я ему все носила, там памперсы, все. Пойду, спрошу, пусть там пишут, там врачам, пусть скажут все. Но у нас, говорю, у нас вот в Горловке, у нас такие врачи были. Они, сам наш заведующий патологией, не знаю, он работает, по-моему, не работает. Он усыновил двоих брошенных детей, патология. И я пришла, ему говорю, такая вменяемая, все. Это не анатолог мне говорит, ой, смотрите, смотрите, мама в себя пришла. Он говорит, ой, ну, слава богу, он баптист, кстати, да, но он разрешил крестить ребенка, все, разрешил священнику крестить. Ну, слава богу, ну, вы же, говорит, понимаете, да, с чем вы столкнетесь, что, ну, слушай, непросто. Говорю, да, да, понимаю, ничего, ничего, все нормально, уже ничего. Они смотрят на меня вдвоем, этот врач, заведующий отделением, и не анатолог, а не анатолог православная. А что с тобой такое? Я говорю, ой, вы знаете, наверное, говорю, вот я вот веровала вот в бога, и говорю, наверное, вот какое-то чудо произошло, я не знаю. Но, говорю, как-то я в таком нормальном состоянии духа, как-то, ну, моментально просто. Они меня видели позавчера, я была просто, ну, диетарной, в таком хорошем настроении, все. Вот, и я с сыном легла в больницу, хотя нам не надо было ложиться, но просто боялись, что с ним вдруг что-то. Он рос, как нормальный ребенок, все делал, так же развивался, как нормальные дети. Все у него чисто внешние, да, вот были? Да, 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 то есть как нормальный дети развивался, там, ну, на три месяца, может, позже, чем, он не в год стал ходить, а в год и три. Он не в семь лет научился, а в восемь. То есть немножко, немножко, конечно, задержка есть, но я скажу, бывают у людей и похуже кресты, конечно. Отец, отец как? Ну, отец, ну, ему, наверное, просто не до нас как-то было. Ну, мы не особо были нужны ему. Он все сделал для того, чтобы мы расстались. Как обычно, как обычно. Да, то есть я никого не бросал, никого не бросал. Ну, он в итоге так себя вел, что никакой нормальной жизни не было. Ни примера ребенку, потому что он выпивал, и он старался как можно меньше бывать дома. Но он не верующий, да? Нет, нет, не верующий. Хотя даже я там водила его к священнику на Исполите, к отцу Давиду, и когда мы в Россию уехали, водила, он что-то там исповедовался. И мне батюшка, вот, когда он в последний раз, я его привела, я же его привела, я как это, надо приводить, иди в храм, муж, иди. Надо, надо, давайте. Вот он с похмелья встал, я его в храм повела. Все, сама? Да, сама. Вот, и, ну, он там что-то исповедовался, мы читали там канон, он причастился, и мне батюшка говорит, мой духом нет, потому что говорит, как тебе с ним тяжело. Ну, он же, говорит, недалекий вообще от веры. Ну, что, ну, он причастил, да, мы его причастили, ну, что, это ничего. Ой, эти причастия. Да, да, причастия всех неверующих. Вот. Я, конечно, сейчас все это понимаю, что и крестить неверующих нельзя, и ребенка надо крестить по вере родителей. Я могу сказать, что, наверное... А его, а сына ты покрестила полным погружением? Да, вот наш духовник, отец Давид в Горловке, он крестил полным погружением детей. Храм был небогатый, он брал просто ванночку капроновую, детскую обычную для купания, подогревали водичку, и он обязательно крестил полным погружением. Мы крестили моего сына, мы его крестили потом, младшего племянника у него. А в соседнем храме у нас, да, просто младенцев кучей крестят и водичкой поливают. Я переживаю, что у меня старший племянник, он крещен так. А уж как мы крещены, я не знаю. Я, к сожалению, не нашла того, кто покрестит нас полным погружением. Я сомневаюсь, что мы крещены полным погружением. Меня мама крестила в два года. Она говорит, что я себя очень плохо вела, не давала ей покоя, никуда не хотела без нее уходить. И моя крестная, Царство и Небесное, Рабье Божие, Параскерия, она сказала, что ребенка надо покрестить тогда. Ну, как-то. И хотя бы меня покрестили, и я стала совсем другим ребенком. Мама говорит, что ты вообще, говорит, просто полностью изменилась. Это стал, говорит... Благодать, она все равно действует. Конечно, благодать действует. Какое бы ни было крещение. Да, говорит, потому что ты вообще, говорит, ни минуты не знала покоя. Вот, ни минуты, говорит. Ты все время ходила за мной. Я, говорит, не могла ни на работу, ни туда пойти. Ты все время была в слезах. И он, говорит, когда мы тебя покрестили, стал совсем другой ребенок. То есть спокойный, ничего не боящийся. Бесстрашный. Да, я у нее спрашивала, как меня крестили, она абсолютно этого не знает и не помнит. Наверное, я была только с крестной. Приезжай к нам, потеряя вкулета. Ой, дай бог. Хотя я вас, конечно, помню по погружениям. Я говорила духовнику, что надо же полное. Вот вы же знаете, святитель Лука писал. Да, да. Да, в этом не заморачивайтесь. Вы крещены. Ну, ладно, попадете и ладно. Ну, что тут такое? Вот так вот вообще. Так, вот. О чем еще рассказать? Ты говорила, что ребенок рос, развивался, все как обычно. Работа развивается. Ему 8... Вот в феврале 9 лет ему исполнится. Учимся мы в школе индивидуально. Вот, со сверстниками. Я, конечно, сочувствую и понимаю вот таких мам, да. Ну, это тяжело, да, когда там общество не принимает и ребенку тяжело как-то вроде друзей найти. А с другой стороны, кому легко их найти? А еще такая... Ну, раз мир отвергает ребенка, это не так плохо сейчас. Да, да. Это даже нужно сказать. Потому что ребенок, если с ним кто-то дружит, то это добрые дети. Мы вот занимались недавно... Ну, я учусь на логопеда и занимаюсь вот с соседом, с мальчиком. И они стоят, делают артикуляционную гимнастику. Мой сын и этот мальчик. И мой сын стоит, смотрит, говорит, я не пойму, вот почему Бог меня так создал? Почему у меня такие глаза? Ну, он верующий ребенок, он же с рождения в храм ходит. Ну, почему Бог меня так создал? Я говорю, Ванечка, ну, зато ты хороший, умный. А Саша добавляет, и не злой. Если дружат, то, ну, хорошие, добрые дети. Хотя, честно говоря, и хулиганы с ним тоже некоторые дружат. Но не злые. Друзья у ребенка, слава Богу, есть. Ну, все в памяти Божией. Ну, можно, конечно, найти ребенка и друзей такому своему особому. И занятия. Ну, главное его, конечно, учить молитве. Мой со мной молится. Если я молюсь, он тоже молится со мной. Как ты пришла к тому, чтобы платок надеть? Я не знаю, я много читала об этом. Да я не знаю, как. А, моя тетка Баптистка всегда в платке ходила. А, вот. Как еще? Ну, я просто читала, наверное, там, каких-то православных подвижников. И кто-то из старцев говорил, что женщина должна носить платок, не снимая. И потом я... Я встаток такие так говорили. Что? Многие, говорю, старцы так говорили. Да. Ну, я почитала священное описание, толкование святых отцов. Оказывается, это вопрос просто... Ну, вот, если вообще платок же... Христианский покров брать, это такой вопрос неисчерпаемый. Ну, ты, Елена, знаешь, как мы этим занимались. С девочками, вот те, которые, ну, пришли к тому, чтобы там скромно одеваться, носить платок. Вот, они, ну, мы вот объединились, у нас было объединение одно время покрытой христианки. Мы сейчас активную деятельность не ведем, потому что мы считаем, в мире слишком много других проблем, чтобы там заниматься только женским покровом. Это все-таки слишком... Да, мы занимались, там писали ведущим Спаса, там, что надо там как-то дисциплинировать зрителей своим видом. Это же православный канал, ну, им это все, в общем, им это безразлично. Абсолютно. К сожалению, мы даже задавали вопросы нашим священникам и епископам писали. Им это тоже безразлично. Они считают, что это вопрос абсолютно неважный. Если женщина православная, и, как у нас говорят, воцерковленная, выходит из храма и снимает с себя платок, это не считается чем-то позорным, к сожалению. Не считается это чем-то прискорбным. Не знаю, а я считаю это прискорбно очень, когда выходишь... Сколько лет уже в платке? Так, с сентября, 18-го года, с сентября. Но мне всегда было стыдно, когда я выходила из храма и снимала платок. Мне вот отец сына, он сижу, я к руку просто перебираю. Вот, нет, значит, сына раньше, если мы ходили в храм, он всегда думал, снимай платок. Вот, и мне так было стыдно снимать его. Вот, ну как это, ну как позорить свою голову просто. Как лысая. Потому что многие подушники писали, Григорий Богослов, Василий Великий, и многие святые отцы писали, Иоанн Златоуст, в том числе, из беседы Иоанна Златоуста, на вот как раз эти послания апостола Павла, где он говорит, там, жената покрывается. Есть много очень написано на эту тему. Ну не то, что очень много, просто это была не такая тема. Достаточно, да, что было. Ну написано достаточно, что все-таки, да, да не облачается муж в ризу женскую, да не будет на женщине мужской одежды. Ну очень много. Я говорю, ну может благодаря этой тете Баптистке, она ругала меня всегда там, не то, что ругала, она джинсы там, ну это же мужская одежда, не ходи, не ходи. Ну в общем, ну может или по ее молитвам, или как, Баптистка, ну не знаю, она была такая, она шагу без Бога не делала, она на все вот встанет, там помолится, пойдет, там билеты покупать, там, вот она мне всегда говорила, не носи джинсы. И я знала, что она права, и я знала, что надо платок носить. Вот, не, я не знаю, я всегда это знала. Даже если бы об этом не читала, что надо надеваться скромно и носить платок, покрывать голову, я все равно об этом знала всегда. Это какая-то генетическая память наша. Как вот неверующие люди приходят к ограде церкви, там, допустим, на Пасху или какой-то другой праздник, и они просто не помнят, как будто они чуть-чуть потерявшие память, зачем они сюда пришли. А благодать их тянет, и вот это, мне кажется, память благочестивых предков, все-таки род, да, у многих же верующие люди в роду были, многие раньше были верующими. Их тянет сюда, они приходят, вот я просто по себе помню, приходишь, как будто ты потерял память. Вот мы приедем на Рождество в Лавру, стоим и думаем, вот, ну, мы же зачем-то сюда приехали. Ну, не просто же походить, посмотреть, как тут все, и как они тут отстроились, не отстроились, там, отремонтирования. Нет, мы же и в храме на службе побудем. Просто люди, вот, которые, они, ну, не пришли к Богу, они так себя чувствуют в храме растеряно, и там боятся, что где-то обличат, там, где-то там обидят. И они хотят быть вроде в храме, потому что благодать есть в храме, но они так себя чувствуют, будто они потеряли память, я бы так сказала, вот такое вот ощущение чуть-чуть. Ну да, они потеряны, Христос их не нашел, как говорится. Да, 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 это так. Ну, они ищут этот путь. Да. Ну, вот, Катя рассказывала, как хорошо, как она встретилась с Вячеславом, что она, у нее был целый список, да, мне так это понравилось, конечно. И я тоже, я разошлась с отцом ребенка, ну, не разошлась, мы даже были не расписаны, просто жили, не венчаны, не расписаны, 11 лет. Блудное сожительство, да, вот это, гражданский враг, это. Ну да, это сейчас так называют, гражданский враг. Законенная проституция. Ну ладно. Да я такая же, че. Нет, жили вместе, вот, 11 лет жили вместе, родили ребенка, скажем. Ну, я говорю, конечно, не знаю, вот сейчас думаю, куда смотрели мои глаза, кошмар, конечно, какой. Ну, ничего не говори, я сама так же. Куда смотрели мои глаза, ну, куда смотрели, человек не верующий, он лишен разума. А это надо, да, вот это вот, надо вроде, женщина живет, надо замуж выйти, кому надо, зачем надо. Ну, я в итоге-то вышла же замуж. Ну, да. У меня тоже, я тоже просила у Господа, что если тебе угодно, чтобы у моего сына был отец, я переживала, что ребенок будет без отца. Ну, самой тяжеловато было. У меня тоже был список, вот, чтобы тоже был. Ну, я обязательно просила Бога, чтобы был симпатичный, приятный, верующий, обязательно верующий. Вот. И неразведенный. Ну, а как неразведенный, извините, мне 40 лет. Ну, и неженатые в этом возрасте тоже люди вроде как странные, если мужчина там 40 лет. Ну, да, да, вот у меня так же было. У вас он неженат. Вот. Ну, в итоге я замужем за вдовцом. Познакомились, поехали в Дивеево. Его брат ходил с нами в храм постоянно, и он пригласил своего брата в паломническую поездку. А брат из другой области приехал. Вы повенчались? Да, мы повенчались. Мы познакомились, через три месяца подали заявление, и полтора месяца прошло. Прошло, подаешь заявление, и месяц где-то дают, да, чтобы на регистрацию. У нас полтора получилось. Зарегистрировались. Мы сначала обвенчались, а на следующий день расписались. Живем сейчас. Муж воспитывает. Он тоже не крещеный? В смысле, как не крещеный? Ну, погружив 3, в 3 погружения. Мочон? Я думаю, я не знаю. Я не знаю, как у них там в их Брянском селе крестили. У него весь род верующий. У него бабушка молилась, бабушка молилась, и мама молилась. У него очень много верующих людей в роду. Надо обязательно ему узнать это все, потому что... Это нужно узнать, поскольку мама умерла. А, ну тогда, значит, точно. То есть, если нет свидетелей, значит, точно нужно вам всем креститься. То есть, ну, вот вам двоим. Очень важно, поэтому молись об этом. Может быть, мы все помолимся. Нужно где-то в чате написать. И ты сейчас в каком городе живешь? В Владимирской области живу. Рядом, да, с Москвой? 130 километров. Ну, вообще, да, отлично. Ну, и можно найти даже там батюшку, который погрузит. То есть, вот у нас в чате кинуть клич. Ну, да, я бы хотела, конечно, спросить. Ну, что, Верну, я у себя в храме спрашивала. Причем у нас баптистерий построен для взрослых. Ну, там просто вещи. Кошмар. Это вообще преступление самое настоящее. Зачем его строили, я не знаю. Младенцев крестят. У них купель маленькая. Ну, что, младенца погрузились. Это такая, ну, купель. С младенцев крестят полным погружением. А взрослому человеку, если креститься. У нас как-то был случай в храме, что женщина несколько лет, то ли пять, ходила в храм, причащалась, исповедовалась. А потом вдруг она с чего-то решила, что она некрещенная. И она спросила у своей матери, говорит, мама, я что, некрещеная? Она говорит, я не помню. Я не помню абсолютно. И книги вот эти все не сохранились с храма. И женщина принимала крещение. Вот я не спросила у нее, где же они ее, как они ее крестили. Вот узнает. Аща не крещен? То есть есть такая формула? Аща не крещен. Она принимала крещение. Она говорит, ну, надо же, вот я столько лет, говорит, ходила, причащалась, исповедовалась. Потому что я, говорит, поняла, что я некрещеная. Если моя мать, говорит, я не помню, а ее мать была в здравом уме до последнего дня жизни, до 92-х лет. Она умерла вот в этом году. То есть если она не помню, значит, она точно была некрещеной. То ее христили. Я у нее спрошу, как где-то. Интересно, конечно. Как ты обыгнать тех, иначе узнала, расскажи. Я видела его ролики на ютубе. О чем? Да, вот про тройное, про троекратное погружение. Потом, когда мы занимались, ну, я так, ну, посмотрела, и все. Ну, думаю, да, хорошо, все правильно говорит, молодец. Вообще, ой, какой умный мужчина, какой умный старик, вообще мудрый, молодец, вообще, вот таких бы побольше. Ну, и все. А потом, когда мы стали заниматься проблематикой платка, вот, покрова, чтобы мы себе, значит, такие были самонадеянные девушки, собрались там человек пять, мы вознамерились, значит, вернуть покров на головы христианок. Писать там. С флагом таким, да? Да, писать там. Да, гигей. Даешь покров. Да. И, ну, мы занимались, и мы так познакомились с тобой, что ты как-то у нас в чате очутилась. Да. Да, не говори чудесным образом. Угу. И вот Селена и Кнор. Я рассказала, о чем, об Агнатии Тихоныче, о Потеряевке. Рассказала, да. И тогда я заинтересовалась, тоже стала вот смотреть ролики с Агнатием Тихонычем. И каждый раз, вот каждый раз, когда на занятии удается включить, занятие, когда идет, не было такого, чтобы я чего-то нового и полезного не узнала. Даже если вопросы не задавать. Потому что вопросы редко возникают. А вот если, ну, когда занятие идет, и братья толкуют там апостольские послания, или там из отцов святых что-то называют, всегда узнаю что-то полезное. Вот какая-нибудь одна фраза может быть полезной. Даже вообще. Полезной вообще. Всем писать. Общение с верующими, это, конечно, я вот сама познала чудеса этого общения. Да, сложно, конечно, когда ты один. Как правило, я не знаю, есть, конечно, счастливые люди, у которых там матери верующие, отцы, еще более счастливые, у кого отцы верующие. Наверное, таких очень мало людей у нас, к сожалению. А так, в основном, мне кажется, так все и живут сейчас верующие. Кто-то один в семье верует, в лучшем случае, верующая у него супруг или супруга. Хорошо, если детей удалось в сфере вырастить. И, как правило, все родственники этого верующего человека сверху, да вот, да что, да какой кошмар там, да зачем это надо. Да, мы верим в душе и все. Горе вам, если вас никто не гонит, оказывается, горе. А, да, горе, да, конечно. Так что, будем радоваться, нас гонит. Ну, да, будем радоваться, ну, конечно, это будет печали своих близких, что, ну, как же они, когда же позовет Господь, когда же они веруют. Ой, ладно, Лена, нам пора. Благодарю тебя за беседу. Христос за беседу. Здравствуйте. С Богом. С первым. Игорь, это Елена. Приятно, Елена. Игорь. Да. Благодарим вас, Игорь, что вы под свой покров взяли Евгению нашу драгоценную. Вот, не видно. Да, и желаем вам долгое лето, как говорят. Спасибо. С Богом. Спасибо. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Ангела-хранителя. Спасибо, Христос. Спасибо. Христос. Спасибо.